семейную ипотеку под 6 процентов после 1 июля сменит семейная ипотека под 12 процентов минфине заявили что намерены повысить ставку для семей где двое детей достигли 6 лет при этом ипотека под 6 процентов останется доступной но только для тех покупателей у которых есть маленькие дети младше шести как ужесточение условий ипотечных программ отразится на рынке и ценах стоит ли присмотреться покупки недвижимости в рассрочку или может выбрать страншевую ипотеку обсуждаем сегодня здравствуйте павел демидович и это частная собственность а сегодня у нас дарья коровина основатель агентства недвижимости коровина инвест дарья рад вас видеть и евгений затонский генеральный директор этаж и москва евгений приветствую добрый день минфин нас регулярно радует или не радует выдает нам новости о новых правилах касающихся рынка льготных ипотечных программ речь идет чаще всего о смене условий и начиная с конца двадцать третьего года это ужесточение программы корректируются становятся более точными и вот очередное изменение дарья вот с вашей точки зрения изменения условий по ипотечных программ для семейной ипотеки насколько будет значимым для рынка вот мы обсуждали как-то там айти ипотеку и неоднократно вот в отношении ее все высказывались да программа только стала раскручиваться но никогда и не было особо популярной а семейная тоже не то касательно семейной ипотеки я думаю что мы заметим некое падение спроса потому что семей в которых есть дети до 6 лет их значительно меньше но касательно того что я вот проводила анализ смотрела какие у нас сейчас вклады лежат у людей на счетах это просто десятки триллионов рублей понятно что они есть не у всех но я думаю что мы увидим просто как люди начнут покупать за наличные я сейчас занимаюсь не только московским регионом но и черноморским вижу достаточно большой вклад именно наличных денег они ипотечных поэтому я скажу так что я думаю что мы увидим какое-то время когда может быть будет некое затишье но потом люди просто пойдут по динаме интересная история про наличные деньги просто еще надо деньги на депозитах мы считаем регулярно и регулярно обсуждаем что когда-нибудь они окажутся на рынке недвижимости а почему они стали оказываться сейчас тогда ведь мы видим высокие потечные не ипотечные банковские ставки там 16 процентов принципе можно найти и люди раньше экономили беря в долг у банка это было дешевле теперь дешевле покупать за свои ну получается если мы не будем иметь возможность покупать соответственно за дешевые кредитные деньги а жилье нужно то можно будет обратиться к собственным средствам или можно обратиться к рассрочке сейчас есть очень интересные варианты рассрочки но вот дальше если мы коснемся мы поговорим попозже ну или соответственно траншу ипотека и не с вашей точки зрения как вот политика минфина по отмене льготных ипотечных программ либо по ужесточению по корректировке условий сказывается на рынке мы видим это ужесточение с конца прошлого года эффект уже очевидно есть ну смотрите ведь эффект мы чувствовали все вторую половину года прошлого но этот эффект был обратный да с каждой новостью количество выданных кредитов по льготным программам постоянно росло до эффект последнего года и тут наверное спасибо минфину в этом году что это объявляется не за неделю до а все-таки за два месяца или есть возможность осознанно сделать выбора как они все-таки хотят сейчас успеть в последний вагон по текущей программе или они в принципе дождутся уже новых правил и будут выдаваться по новым правилам если говорить о статистике по нашей статистике если говорить об агентстве недвижимости этажи 40 процентов 7 кредитов по семейной ипотеке соответственно попадут вот в эти новые правила 12 процентной ставки на сегодняшний день по нашей статистике 60 60 процентов семей имеют маленьких детей потому что все таки они решают свой жилищный вопрос ребенок родился нужна дополнительная комната и соответственно возникает вопрос приобретения жилья а вот ситуации где нет ребенка младше 6 лет соответственно их порядка вот 40 процентов они попадают под под это изменение да означает ли это что они откажутся от или от приобретения недвижимости на первичном рынке нет не означает потому что в любом случае даже при сегодняшней диспозиции ставка средняя на вторички в районе 16 с половиной да да понятно есть программы там докупки ставки снижения ставки но я думаю что как только финальные правила будут установлены застройщики совместно с банками и по новой семейной ипотеке будут реализовывать какие-то программы субсидирования судорожания квадратного метра и возможно мы будем видеть какую-то интересную ставку и для семей с детьми старше 6 лет я думаю что нам просто надо дождаться да я думаю я вот в этом смысле наверно с вами соглашусь поскольку понятное дело что семья с маленькими детьми это часто не инвесторы это семьи которым нужно улучшать свои жилищные условия и к нам присоединяется руководитель цен аналитики алексей попов алексей вы как-то вот прогнозируете изменение спроса на рынке в связи с ужесточением ипотечного кредитования все-таки вот даже на примере этажей это почти половина семей которые получали семейную ипотеку ну во-первых ужесточение кредитования приведет видимо к еще одному периоду ажиотажного спроса уже сейчас банки говорят и представители агентств недвижимости что выросло число обращений тех кто хочет вскочить вот в этот последний вагон поезда который уходит и выдает ипотеку по старым правилам это раз и второй момент но в зависимости от того на чем в итоге остановится представитель регулятора да какие правила будут установлены будет понятно насколько просядет спрос в июле в августе и тут на что хотел бы обратить внимание что действительно многие могут многие застройщики могут активировать такой инструмент как рассрочка это мы уже видели в январе феврале 24 года когда и правила выдачи ипотечных кредитов ужесточили и была вот эта история когда застройщики и банки не могли договориться как кому выплачивать комиссионные вознаграждения за выплату льготных кредитов и тогда как раз доля сделок ну которые якобы прошли за наличные она выросла на 15 20 процентных пунктов да такое на самом деле бывает только когда происходит какая-то турбулентность в мире в стране в экономике да когда люди приносят свои деньги перекладывать их в квадратные метры тут в январе этого года ничего не было то есть это были явно сделки которые прошли по схемам с рассрочками мы подробно сейчас как раз поговорим по новые инструменты которые в ответ на действия регуляторов предлагаются рынком как со стороны застройщиков такие со стороны банком утром стулья вечером деньги об этом писали классики а если деньги и не все сразу по частям то понятное дело это рассрочка в чем особенности таких сделок нам присоединяется александра панфилова саша привет есть ли спрос на такой продукт как рассрочка здравствуй паша популярность рассрочки растет в конце 23 года доля таких сделок новостройках москвы составляла около двух процентов это данные цен аналитики инструмент небо выгоден не застройщиком для них такие сделки обходятся дороже ипотечных не самим заемщикам у тех было обширное меню из льготных программ и условия по этим программам были тогда мягче но как отмечает в метриуме в начале весны доля сделок с рассрочкой на столичном рынке жилья превысила уже 10 процентов это вдвое больше чем годом ранее по данным ндв супермаркет недвижимости этот показатель еще выше 15 процентов без новостроя подтверждает рост числа таких сделок но подчеркивает инструмент применяется в основном в проектах где условия по выплатам могут конкурировать с ипотекой например если есть рассрочка на первоначальный взнос и выплатить ее нужно до окончания строительства по данным инком недвижимости покупки с рассрочка и вовсе занимают 30 процентов от общего числа сделок это плюс 40 процентов декабрьским показателям и плюс 60 процентов год году компании поясняют многие хотят забронировать понравившийся от сейчас а через пару лет взять ипотеку мне правда это не совсем понятно кажется что если брать ипотеку то прямо сейчас пока действует льготные программы вот и россияне активно берут такие кредиты выдача субсидируемые ипотеки в марте взлетела на 50 процентов относительно февральских показателей так что интерес к рассрочке это все-таки на мой взгляд по большей части ответ на ужесточение требований по льготной ипотеке в конце 23 напомню максимальный размер кредита сократили а первоначального взноса напротив увеличили в результате застройщики нарастили объем предложения которому применим механизм рассрочки вообще судя по опросу девелопер в который провел портал мир квартир те считают рассрочку самым эффективным инструментом для поддержания продаж не согласны с ними разве что застройщики которые фокусируются на и же с у тех в подсчете скорее трейдин из плюсов рассрочки напоминают девелоперы низкий первоначальный взнос от 5 процентов и индивидуальный график платежей самая популярная схема это 15 процентов начале и 85 процентов в качестве остатка срок предоставления рассрочки тоже можно выбрать чаще всего это от 6 месяцев до двух лет поэтому после 1 июля когда льготная ипотека на новостройки закончится девелоперы планируют вернуться к скидкам и рассрочки а значит доля таких сделок вырастет по прогнозам ндв супермаркета недвижимости до 25 процентов концу года однако эксперты уверяют долго это не продлится для большинства покупателей этот инструмент все же не очень удобен а потому будет пользоваться повышенным спросом только пока цб не придет к снижению ключевой ставки паша саша спасибо тебе большое я вот не уверен что мы увидим скоро снижение ключевой ставки поэтому некоторые инструменты которые нам сейчас кажутся непривычными может быть несколько экзотичными могут стать с такими ординарными дарья вот саши точки зрения саша говорит вот если действуют льготные ипотечные программы смысл в рассрочке для кого рассрочка имеет резон когда к ней стоит прибегать я могу сказать по опыту своих клиентов есть прям часть людей которым например не одобряют ипотеку ну то есть у них может быть очень большая нагрузка и соответственно с этим банк им не дает ту сумму которая нужна но у них есть регулярно я не знаю там 500 тысяч в месяц там или там миллион в квартал платить эту ипотеку и сейчас у меня есть ряд клиентов которые пользуются именно из-за того что у них как бы большая получать нагрузкой вертолетные деньги еще скажу что рассрочка интересно но рассрочка рассрочки рознь потому что здесь нужно смотреть на условия конкретного застройщика увеличивает ли он стоимость квартиры потому что есть рассрочки без а есть некий стандарт рыночный из того что такое рассрочка либо в каждом индивидуальном случае это вот зависит от застройщика его отношений с покупателем ну я скажу исходя из своей практики может быть потом нам добавить что-то евгений а все касается конкретного застройщика конкретного периода времени конкретного проекта то есть то что наблюдаю я то есть где-то расстройка без процентов то есть вносится первый взнос и что интересно вот я сейчас наблюдаю у нас там есть некоторые сделки в процессе то есть первый взнос мы реально вносим 10 процентов потом идет такой некий транш по 50 тысяч рублей мы платим это даже за проекты бизнес-класса и потом к концу стройки у нас выбор мы или гасим это ну соответственно то есть как бы как рассрочка или мы уходим в ипотеку вот здесь момент вводится в эксплуатацию и рассрочка может превратиться в традиционной ипотечная как вариант взять вот эту отсрочку пока дом строится два года и посмотреть какие ставки будут на тот момент когда дом будет водиться как вариант есть вариант выиграть но тут вопрос рисков то есть кто-то может их на себя брать кто-то нет а в классической ипотеке вернее в классической рассрочке получается разбиваются платежи вот у меня недавно прошла сделка ну там соответственно человек там раз в три месяца он просто платит по миллиону ну и соответственно для него это комфортно но если мы говорим про массовый спрос то я думаю что здесь будет сочетание именно траншевой ипотеки которая дает возможность отсрочить период выплаты больших денег и соответственно чтобы это было комфортно для человека да евгений тогда вот с вашей точки зрения расстройщика насколько может популярным быть этот инструмент кого ему можно было бы порекомендовать ну вот а если речь идет о том что у человека не закрыт доступ к ипотеке почему бы не выбрать тогда траншевую ипотеку похожая схема схема похожая да я я бы все-таки сказал что наверно траншевая ипотека более тут разные потребители во-первых вы задали вопрос от чего зависит условия по рассрочке давайте не забывать что здесь не две стороны не застройщик и не клиент а еще есть банк ну что мы понимаем что на сегодняшний день вся стройка идет в рамках проектного финансирования и ставка по проектному финансированию говорим я понимаю а я просто услышав про банк да я я как-то его представлял всегда в ипотеке здесь да и уголь смотрите когда застройщик может себе позволить давать рассрочку с минимальным удорожанием когда у него наполненные скроу счета и он понимает что дополнительные деньги которые он привлечет сейчас не повысят точнее не снизит его ставку по проектному финансированию и тут надо понимать что даже после отмены льготной ипотеки да или точнее ее там ужесточение в каком-то виде программа рассрочки тоже будет паровозом от нее зависеть потому что если продаж в ипотеку будет меньше соответственно она как-то будет не так динамично идти скроу счета пополняться не будут быстро и рассрочку застройщиком будет давать просто не откуда потому что маркетинговый инструмент вот менее востребован мостами ул��inea столик мне кажется она как маркетингу инструмента как финансовой инструмент застройщик будет понимать что ему придется у дорожания делать еще больше потому что сейчас мы действительно видим на некоторых проектах удорожания три процента в год четыре процента в год мы понимаем что с финансовой точки зрения это убы tochна для застройщика потому что он строит сейчас оправдает то есть ему выгоднее было бы сейчас продать в ипотеку получить полный полный оплата от банка и соответственно заниматься строительством. Поэтому я думаю, что рассрочка это не панацея, которая будет существовать по умолчанию, она в любом случае будет жить вместе с ипотечным кредитованием и проектным финансированием как комплексом инструментов по финансированию строительства. Если говорить о том, кому это выгодно. Но я, честно говоря, к рассрочке всегда отношусь как к инструменту, который потребитель все-таки должен контролировать и осознать, осознавать, что будет в будущем. Потому что вот мы сейчас говорим но я через два года буду как-то решать свою проблему какая будет у тебя ситуация финансово через два года насколько ты уверен что тебе а одобрят кредит б ты сохранишь работу в том виде в котором она будет существовать насколько ты погрузился в ситуацию а если на момент когда необходимо осуществлять финансовую финальную оплату ты просто не сможешь одобрить себе кредит по тем или иным когда мы говорим об одобрении кредита мы предполагаем схему что мы платим рассрочку до момента жилья вот а после этого правильно все правильно да потому что некоторые некоторые клиенты все-таки ну немножко такую безрассудную позицию занимают ну вот сейчас не хочу платить там процент по кредиту я все таки считаю что в этом для потребителей которые приобретают для себя для которых эта покупка не является инвестиции для тех людей которые не пытаются зарабатывать на этом рынке а решается уже личный вопрос траншевая ипотека все-таки является более понятным прозрачным механизмом который и фиксирует стоимость и есть понимание траншевая ипотека скорее для тех кто улучшает свои жилищные условия а рассрочка может быть как более рискованный инструмент для инвесторов ну не то что как мой более рискованный а как в котором нужно все-таки понимать что через два года вы гарантированно сможете погасить этот кредит алексей тогда вот и у вас хотел бы спросить то о чем говорил евгений траншевая ипотека для тех кто готов и хочет улучшить свои жилищные условия и рассрочка может быть дальнейшей трансформацией в ипотечный продукт для инвесторов как вам кажется вот насколько это рабочий инструментарий но в принципе сформулирован как бы четко и понятно да здесь наверное чего добавить было бы сложно единственное что есть еще позиция центрального банка которому очень не нравится по крайней мере массовое предоставление траншевой ипотеки да потому что таким образом ну как минимум уже наполняется и скроу счета сейчас уже есть принципе такой негативный тренд по доле заполненных скроу счетов поэтому я думаю что центральный банк будет достаточно пристально следить за этой практикой если она ну как бы примет тот масштаб который в свое время приняла например ипотека по 0 процентов я думаю здесь какие-то меры будут приниматься а что касается вот распространение рассрочки в дорогих премиальных сегментах но это в принципе было всегда это скорее такая техника выполнение вот этих вот достаточно больших платежей потому что но не так просто саккумулировать тем более вот в нынешних условиях различных ограничений достаточно крупную сумму денег а просто сама сделка таким образом да она длится не один день да когда в этом квартиру комфорт-класса покупаете а какой-то промежуток времени это на мой взгляд как бы немножко отдельно от вот и вот классической рассрочки о которой как бы мы говорили вот когда вот этим там цифрами по рынку в целом оперировали ну да с точки зрения потребителя тут я как бы соглашусь как бы с применением этих инструментов но есть еще вот центральный банк дарья вот глядя на два таких различных инструмента как рассрочка и траншевая ипотека они для вас для вас являются альтернативой либо также вот вы смотрите на историю как евгений что каждый инструмент хорош в своем конкретном приложении исходя опять же из практике клиентов да я соглашусь евгением здесь имеет место тот сегмент в котором мы работаем потому что комфорт-класс в основном у меня покупают именно в траншевую ипотеку когда мы переходим в бизнес и мы говорим про инвестиции или про покупку для себя для семьи но я про транш например я рассматриваю для инвестиций потому что получается что опять же есть возможность сохранить большую часть денег подождать пока объект вырастет но и соответственно прийти уже к оплате когда там через два года но соответственно стоимость недвижимости повысится все ждут падения у меня постоянно подписчики пишут в инстаграм мы ждем сейчас она упадет но если мы посмотрим быть разочарован да да динамику там последних четырех лет несмотря там на все обстоятельства цены растут вот и поэтому беря траншевую ипотеку под инвест а я считаю что тоже очень классный инструмент вот но в основном траншевая ипотека у меня пользуются те кто покупает для жизни вот рассрочка это на 90 процентов те кто берет под инвест то есть это бизнесмены которые просто не выводят деньги из оборота евгений вот опасения алексея о том что траншевая ипотека это продукт который в моменте может стать популярными это его погубит вы разделяете или нет просто если вы ждете вот такого развития ситуации такого сценария который мы видели с ипотека под ноль процентов тогда для тех кто присматривается к траншевой ну как бы время и воспользоваться безусловно об этом я и говорил потому что и траншевая ипотека так или иначе зависит от наполненности скроу то есть это абсолютно та же история в рамках которой застройщик вместе с банком финансирующим сделку может на не под полную стоимость не по не под полную сумму кредита соответственно заключить договор это выигрыш безусловно для потребителя но если в структуре сделок общей выдачи кредитов будет достаточно много таких кредитов я понимаю что это станет проблемой вот это станет проблемой в целом для рынка но если по нулевой ставке у меня у самого были опасения и мы сейчас еще даже не поняли объем проблемы потому что давайте смотреть правде в глаза она объемы существенные занимала в 2022 году вот вот только сейчас начнут сдаваться первые корпуса первые те квартиры которые люди брали под нулевую ставку если вдруг что там с учетом того что все-таки в среднем по рынку срок строительства это 24-30 месяцев то есть вот сейчас начнут выдаваться ключи если по какой-то ситуации люди должны будут продавать это жилье они не продадут на за ту стоимость которая есть в кредитных обязательствах то есть по сути мы с этой проблемой еще даже не столкнулись вот поэтому я думаю что центральный банк будет с этой истории однозначно работать и будет прав в своем желании определенные правила игры и определенные риски не допустить дарья вы разделяете вот опасения евгения о том что есть не реализовавшийся до сих пор риск проектов которые строились исходя из ипотеки под так называемый 0 процентов либо рынок все же поглотит у нас такие периодические инструменты экзотические возникают и можно купить на вторичном рынке в одном и том же объекте соседние квартиры которая стоит там сравнится в 20 процентов одна от застройщика часто дороже я скажу что мы активно работали со ставками 01 и нам был вопрос периода когда заходил человек то есть в самом начале когда еще застройщики не поняли какой-то инструмент были ставки там 0 1 1 и 5 и не было никакого удорожания то есть человек покупал квартиру за 7 миллионов просто покупал за реальные 7 миллионов они на самом деле за 5 плюс 2 сверху но этот период длился недолго вот и потом уже начались удорожание там на 13 процентов на 18 в пиковый период я помню удорожание доходило до 30 процентов у некоторых застройщиков но знаете что мы здесь смотрели и считали то есть какая цель у меня просто был достаточно много инвесторов в этот момент и мы смотрели именно с позиции того что если человек будет это сдавать в аренду то получается он сейчас фиксирует то есть квартира стоила образно 7 он и покупает за 10 но он и будет сдавать а без учета продажи и получается что он зафиксировал эту переплату и фактически потом началась рассрочка то есть там я не знаю 20 рублей в месяц это кредит а все остальное идет в основной долг и получается что если брать например классическую потеку под 8 процентов то переплаты там не 3 миллиона например там я не знаю 87 то есть по факту человек оплачал бы еще одну квартиру то есть тут вопрос во что мы заходили но процент тех именно кто успел купить вот сейчас у меня уже кстати люди получают ключи те кто успел именно без удорожания там под 1 и 2 он достаточно большой поэтому здесь ипотека под 0 1 1 там 1 и 5 ипотеки рознь то есть нужно смотреть во что человек заходил да это говорит о том как важна математика в инвестировании дарья большое спасибо большое спасибо евгений большое спасибо алексей это была частная собственность смотрите нас на youtube-канале рвк инвестиций подписывайтесь комментируйте хотим знать что вас интересует учите математику